Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Это Анастасия Дороган и итоговый выпуск новостей. На этой неделе задержали 19-летнего бейчанина за финансирование терроризма. В управлении ФСБ сообщили, что молодой человек спонсировал террористическую организацию из Украины. При службе регионального ФСБ сообщили, что житель Бийска перевел виртуальные деньги на покупку террористической организации, беспилотников и военного оборудования для ведения боевых действий против России. Суд избрал обвиняемую меру пресечения в виде заключения под стражем. Следственным отделением у ФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал. Жители болгарского города Пловдив устроили протест против планов местных властей демонтировать памятник Алёше. За этим процессом следят во всей стране и особенно внимательно в Алтайском крае. Прообразом Алёше стал алтайский фронтовик Алексей Скурлатов. Выразить свое мнение официально людям предложат в рамках народного референдума. Сейчас мэрия Пловдива подсчитывает финансовую сторону вопроса. Буквально за несколько дней до этого вопрос демонтажа монумента входил в повестку парламентской сессии болгарских депутатов. Но что в Госдуме России выступили с отдельным заявлением. А общественники Алтайского края начали размышлять о варианте переноса фигуры в наш регион. Елена Макаренко со специальным репортажем. В 2014 году, 10 лет назад, я приезжала в Налобиху, чтобы сделать сюжет о том, как известному местному жителю Алексею Скурлатову про образу памятника Алёше вручали награду Болгарии от благодарных жителей. Но сегодня ситуация диаметрально противоположная. В Болгарии предпринимается очередная попытка снести известный монумент. Этот вопрос на рассмотрение парламентом города Пловдив предложили внести два депутата. По последней информации, 17 января городское собрание рассматривать его все же не будет. Но парламентарии настаивают на том, чтобы вернуться к нему после народного референдума. Вот уже неделю, как на родине известного алтайского фронтовика в селе Налобиха за новостями из Болгарии следят куда пристальнее, чем за остальными. Сообщение о том, что власти Европейской Республики намерены демонтировать знаменитый памятник Алёше, снос которого в прежние годы запретил суд Болгарии, вызвало у людей негодование. Все действительно очень возмущены. Село буквально всколыхнуло эта информация. Мне звонили люди, они спрашивали, вот как, Лена Николаевна, что. И вот, знаете, мы все очень надеемся, что Алёша будет жив в Пловдиве, что памятник будет стоять, и он станет символом этого города, останется. Мягко говоря, неприятные чувства испытала и дочь алтайского фронтовика Алексея Скурлатова. Журналисты в доме Нелли Куйруковой сейчас частые гости. Никому не отказывает в надежде на то, что с помощью СМИ удастся и в четвертый раз отстоять гранитного Алёшу, памятник советскому воину-освободителю. Почему перестали уважать вот этого друг русского солдата и снести его, этот памятник? Болгары собирали деньги, его строили болгары, помогали наши русские. Все это сделано руками болгар, и вдруг вот так? Обидно, обидно. Дочь Алексея Скурлатова много рассказывала о том, с какой любовью народ Болгарии относился к нашим фронтовикам. Алтайского Алёшу в Пловдиве встречали очень тепло. Рядовые жители к ногам бросали розы, власти города награждали. Самый дорогой, самый бесценный подарок – это медаль почетного гражданина города Пловдива. Круглая медаль. И так Алексей Иванович и ушел в мир иной почетным гражданином города Пловдива. В этом чемодане больше 10 тысяч писем, каждая третья из Болгарии. Такой была дружба народа в послевоенные годы. А сегодня несколько болгарских депутатов решили. Время иное, а скульптура советского солдата-освободителя морально устарела. Алтайский военный историк Дмитрий Вейн такие заявления считает глупыми и недальновидными. Снос памятников, он ничего не меняет. Если они такое решение примут, то оно напрямую нарушает ряд договоренностей между Россией и Болгарией, где мы взаимно обязались сохранять, ухаживать не только за воинскими захоронениями, но и вообще за всеми культурными объектами, ценностями, которые связаны с историей Болгарии либо с историей России. У нас памятники, связанные с историей Болгарии, не то что не сносились, даже не поднимались такие инициативы. Вопрос о переносе памятника прозвучал во многих СМИ и его в итоге исключили из повестки парламентской сессии, назначенной на 17 января. Когда пройдет народный референдум, пока неизвестно, но информационный портал «Бургас» накануне сообщил. В ближайшее время мэрия посчитает, во сколько обойдется его проведение и демонтаж монумента. Но представитель Фонда устойчивого развития Болгарии уверен, народ республики не допустит вандализма. — Обычные рядовые люди, они встали бы на его защиту? — Конечно, конечно, конечно. 75-70% болгарского народа за сохранение всех памятников. Вы посмотрите в обращении. 70% болгарского народа за сохранение все памятики русско-турецкой войны и памятики нового времени. Считайте, что болгарский народ вовсе слово за сохранение памятников. Тем не менее, судьба Алеши пока не определена окончательно. В России его сегодня защищают уже на государственном уровне. Так накануне Госдума приняла заявление, в котором осудила инициативу властей Болгарии демонтировать памятник. Один из депутатов при развитии худшего сценария предложил перевести скульптуру в нашу страну. В Алтайском крае такую идею обсуждало музейное сообщество. Но вот многие общественники задаются вопросом, как перевести, пусть и разобранный на части – 11-метровый памятник с 6-метровым постаментом. Я считаю, что это неправильно. Памятник должен стоять там, где его установил народ в 1957 году. Если уж встанет вопрос о том, чтобы этот памятник разрушить полностью, лучше, конечно, его забрать и установить в каком-то из замечательных наших городов. Можно у нас в Барнауле, у нас места есть, там, где город трудовой удобности эта прекрасная стела стоит. Наверное, уместно будет и этот памятник поставить. Но он огромной высоты. Буквально пару часов назад стало известно, что в Пловдиве люди вышли на протестную акцию к зданию мэрии в защиту памятника. К слову, дочь Алексея Скурлатова уверена, что простой народ Болгарии и на этот раз не даст обидеть Алёшу. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Тему Великой Отечественной звучала в связи с другими событиями. На этой неделе в России отмечали годовщину прорыва блокады Ленинграда. В память об этой дате в краевой столице третий день проходит акция «Блокадный хлеб». Барнаульцам рассказывают о подвиге жителей Ленинграда, а также о символе стойкости, которым как раз и является блокадный хлеб. Его состав далек от того продукта, к которому мы привыкли. Помимо муки, в хлеб добавляли жмых, отруби, целлюлозу, березовые почки и сосновую кору. В Барнаульской гимназии номер пять сохранился настоящий блокадный хлеб. Его передали в музей школы. Как раз благодаря своему составу хлеб, которому больше 80 лет, сохранился в хорошем состоянии. Дети, когда приходят, когда видят вот этот хлеб, когда я им иногда выкладываю аналогичный, но этот мы не достаем, аналогичный кусочек я кладу на весы весом 125 граммов. И объясняю, что это было на целый день ребенку или пожилому человеку, и в два раза больше человеку, который тяжело работал на заводе, у них шок. И это заставляет их, на мой взгляд, ценить то, что они имеют сейчас. Кстати, пока легендарный хлеб хранится в неприметной коробочке. Старшеклассники гимназии надеются, что у них получится выиграть грант на развитие инфраструктуры школы. Тогда в зале появятся новые стенды, витрины, а также блокадный хлеб можно будет хранить в более достойном месте. Алтайский край в этом году не получил федеральных средств на расселение жильцов аварийных домов. Об этом порталу Банкфакс сообщили в Минстрое региона. Дело в том, что в 2023 году в крае должны были досрочно завершить расселение из ветхих домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, и перейти к следующему этапу – домам, признанными аварийными после 2017. Теперь же темпы расселения таких зданий в 2024 остаются под вопросом. На реализацию этой программы с 2019 года Фонд развития территорий за счет федеральных средств выделял более 4 миллиардов рублей, и еще полтора миллиарда добавляла Краевая казна. А сейчас ситуация такова, что край будет вынужден решать проблему за счет своих средств. На 2024 год на эти цели предусмотрели 300 миллионов рублей, и эти деньги пойдут в муниципалитеты. Что касается программы расселения домов, признанных аварийными после 2017-го, то ее не приняли, хотя параметры сформированы. В нее планировали включить 285 домов, общей площадью чуть больше 90 тысяч квадратных метров, где живут около 6 тысяч человек. Всю неделю внимание Барнаула было приковано к дому на улице Партизанской, 70Б. В ночь на вторник его жильцов эвакуировали после обнаружения в здании новых трещин. Уже пять дней в доме никто не живет, и жильцам предоставили пункт временного размещения, но людей приютили родственники. Каждый день им выделяют временные окна для того, чтобы покормить кота или полить цветы. Но никто не понимает, где они будут жить в дальнейшем. Галина Геннадьевна приходит навещать своих кошек. Трое хвостатых остаются в доме на партизанской 70Б, в котором ввели режим повышенной готовности. Хозяйке, как и остальным жителям, пришлось покинуть здание, угрожающее жизни и здоровью. Все началось 15 января. Люди забили тревогу, когда заметили трещину в строительных конструкциях. До этого дом, построенный в 1957 году, не был признан аварийным. Чтобы жители дома внезапно не оказались на улице, после эвакуации им предложили переночевать в пункте временного размещения на базе школы номер один. Пункт был развернут на 40 мест предварительно. По состоянию на 23 часа вчерашнего дня заселения не произошло. Комната до сих пор существует, жилое помещение оборудовано. Мы ожидаем жильцов, но по предварительной информации все жильцы отказались для переезда в пункт временного размещения, то есть разместились у родственников. Администрация центрального района разработала график посещения дома, чтобы люди могли взять необходимые вещи в присутствии спасателей и полицейских. Временно мы можем приходить и уходить. А вывезти вещи нам не было такого же указания. А, то есть вещи сохраняются в здании еще пока, да? Пока еще, да. Галина переживает, куда идти дальше. Нужно искать съемное жилье, а цены за аренду квартир в Барнауле сегодня космические. На сегодняшний день в доме провели строительно-техническую экспертизу. Дальнейшая судьба здания неизвестна. После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ или принятии мер для сноса дома и получения жильцами выплат в соответствии с законодательством. В мэрии нам сообщили, что заключение будет готово на следующей неделе. Власти продолжают контролировать ситуацию, жильцы продолжают делать набеги в свои же квартиры и, как видно по окнам, не спешат вывозить вещи. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. За последние три месяца количество банкротов, признанных таковыми во внесудебном порядке в Алтайском крае, стало больше в 10 раз. Почему так происходит и как это сказывается на жизни тех, кто к банкротам не имеет никакого отношения, разбирался Данил Кузнецов. С ноября прошлого года количество возбужденных процедур внесудебного банкротства выросло более чем в два раза, дойдя до отметки в 94 случая. В декабре это число достигло 172. Такие данные предоставили нам в Краевом МФЦ. Причин для такого резкого скачка несколько. И наиболее значительные – поправки в законе о несостоятельности. Главные изменения коснулись минимальной и максимальной суммы для запуска процесса внесудебного банкротства. До ноября 2023 года эта процедура была возможна при долгах от 50 тысяч рублей до 500. Теперь границы расширили и стало возможным погасить долги от 25 тысяч рублей до 1 миллиона. Вторая причина банальна – это стало популярным. О процедуре банкротства в последние годы говорят из каждого утюга. Не только СМИ, но и блогеры, которые стремятся за счет контента заполучить новых клиентов. Что такое банкротство? Это возможность списать свои долги. Почему такая возможность есть? Потому что государству выгоднее простить вам кредит, чем сделать вас бомжом. Да и сама процедура несложная. Большинство долгов списывают через бесплатную упрощенную систему банкротства. Для этого нужно заявление в МФЦ и документ об окончании исполнительного производства. Вы указываете свои доходы, свое имущество, кредиторов. МФЦ проверяет. Если ничего не происходит, у вас нет имущества, не появляется в ходе этого внесудебного банкротства какого-то имущества, за счет которого могут быть погашены требования, то, соответственно, через 6 месяцев вы объявляетесь банкротом. Второй путь через арбитражный суд. Главное отличие – этап реструктуризации, то есть появление льгот в первоначальных условиях кредитования. Для этого нужно документально подтвердить финансовые трудности. Например, справка о доходах. Но план редко утверждают, потому что длительный процесс с непонятными для всех перспективами никому не интересен. И часто все переходит к продаже имущества. Здесь тоже важно понимать, что, допустим, если у вас только одна квартира, единственное жилье, и оно не ипотечное, то есть это ваша собственность, мы его в расчет не берем, потому что оно обладает неким иммунитетом, называется исполнительский иммунитет, когда, собственно, на него не обращается взыскание. При процедуре проверяют все сделки за предыдущее время. И даже если переписать имущество на родственников заранее, по словам юристов, это могут расценить как преднамеренное банкротство, наказуемое уголовным кодексом. Все эти сделки в большинстве случаев оспариваются, особенно те, которые совершены в предшествующий год подачи заявления. Поэтому человек вроде как заходит в процедуру без какого-либо имущества, но все это имущество потом оспаривается, возвращается в конкурсную массу, оценивается. А человек, который вроде как добросовестно купил это имущество, становится новым кредитором. Однако рост числа банкротов скажется на всех нас, объясняют экономисты. Ужесточатся условия кредитования, а собственные средства банков пойдут на формирование резерва ради поддержания устойчивости. Из-за меньшего оборота денег должна снизиться инфляция, но фирмам придется сложнее реализовывать свою продукцию. Для банка вопрос ликвидности, не только наличия денежных средств, но и возврата именно их, тоже очень важно, потому что они работают на привлеченных средствах, а не на собственных. То есть у них, грубо говоря, соотношение это где-то 20 собственных и 80% привлеченных, депозитов, счета и так далее. Кстати, в сфере уже ходит лайфхак. Если нечем платить, а вы не хотите становиться банкротом, можно выкупить долги у микрофинансовых организаций, банков и коллекторов. Самостоятельно это сделать не получится, но реально через знакомого, который, возможно, заберет ваше бремя за 25% от его стоимости. Затем можно договориться, как платить. А в теории долг могут даже простить. Увеличение числа банкротств среди физлиц фиксируют во всей стране. По мнению некоторых экспертов, рост может продолжиться, в том числе из-за напряженной ситуации в ипотечной сфере. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Через неделю на сессии КЗС депутаты планируют рассмотреть инициативу о продлении времени продажи алкоголя. Существующие уже 10 лет в крае временное ограничение до 21 часа многие считают суровым и предлагают его смягчить. А именно продлить возможность покупки горячительного в торговых сетях до 23 часов. Основной посыл – бизнес получит большую прибыль, население будет меньше употреблять суррогата. Инициативу многие поддерживают, но есть и явные противники. Мнение тех и других в нашем сюжете. Не потеряете клиентов? Не знаю. Наши клиенты как ходить, сюда так и не будут ходить. Почему? Потому что нас можно не сидеть за столиками. И я думаю, у нас к нам лучше находят те, кто в этих домах живут люди. Судя по нашему неофициальному опросу в так называемых наливайках, а в таких общепитах народ может употреблять и круглосуточно, их бизнес вряд ли потеряет клиентов, даже если магазины начнут работать до 23 часов. Кстати, по статистике, наш край – лидер по числу таких пивнух. Какой алкоголь там продают – большой вопрос, говорит уполномоченный по правам предпринимателей края Андрей Осипов. Он и стал инициатором нововведения о продлении продажи алкоголя в торговых сетях. Мы в первую очередь говорим о легализации продаж алкоголя. Потому что прийти в магазин, который подключен к ЕГАИС, который спокойно совершенно работает, все на полке, все запечатано, это гораздо проще, чем идти куда-то и чего-то на свою голову искать. Я тоже уверен, что снизится определенное количество алкоголя, вот этого контрафактного цуррогатов, которыми люди травятся. Речь не только о городах. На селе ситуация еще сложнее. Инициативу Осипова многие бизнесмены поддержали. Вырастут доходы предпринимателей и их отчисления в бюджет. К тому же мы ничего не нарушаем, говорит уполномоченный. Просто приводим наш закон в соответствии с федеральным. Многие наши соседи по региону все 10 лет работали с 8 до 23 часов. Инициативу в целом мы поддерживаем, конечно, как производители. Раз время продажи увеличат на 2 часа, то, возможно, за эти 2 часа кто-то придет, чего-то еще и купит, потратит деньги. Вот, как предприниматель, допустим, думает. Ну, до 11 сделают, но будем работать до 11. Мы как бы не против. Не думаю, что там окажут какую-то ситуацию на повышение криминальных каких-то там ситуаций. Медики считают иначе. Собственно, из-за печальной статистики по алкогольной зависимости у нас в регионе и приняли в январе 13-го более жесткие временные рамки продажи спиртного, чем во многих соседних регионах. Будет обязательно увеличение на скорую помощь, увеличение на стационарное отделение травматологических, неврологических, нейротравматологических, кто работает по скорой помощи с лицами, так скажем, в состоянии алкогольного обвинения. Мы видим стабилизацию и снижение алкоголизма, если говорить по моей службе, алкоголизма алкогольных психозов за вот эти 13 лет и за последние 3 года. Но она пока остается выше, чем в среднем по России. Плюсов, ну, чтобы продлить торговлю, мы не видим. Сказать о том, что будет при изменении времени резкий рост употребления, ну, это большой вопрос. Если мы сравниваем с нашими соседями, Кемеровская область, Республика Алтай, Красноярский край, Иркутская область, вот там 23 часа, Хакасия 23 часа, то статистически мы не видим большой разницы между их показателями и нашими. Где-то даже у них в чем-то и не хуже, скажем, нас, мягко говоря. По данным Андрея Осипова, многие депутаты изменения временных рамок продажи алкоголя поддерживают. Но тема еще вовсю обсуждается. Есть вероятность, что кто-то предложит продлить временной коридор не на 2 часа, а лишь на час. До 22. Не исключается, что запрет на продажу после 21 останется в силе. Бизнесом Муцмен говорит, что некоторые фракции проводили опросы и среди населения, и большая часть за продление времени. Мы провели свой небольшой опрос. Дети будут больше еще пить, они и так пьют много, а еще больше будут. Будет что творится. Магазины могут и получить какую-то выгоду, но это будет незначительное. А вот население пострадает, особенно в домах, в которых продают этот алкоголь. Я считаю, что алкоголь – это яд. Зачем его лишний раз, так сказать, населению предлагать? В эти 2 часа ничего они не выиграют. Население проиграет. Разницы, если честно, особо не будет. Это единственное, что принесет прибыль определенным магазинам дополнительно. По оценке представителя ритейла, в случае принятия закона проекта, отрасль в крае может получить дополнительно до миллиарда рублей в год. Ну а я добавлю, что 25 января депутатам предстоит рассмотреть две инициативы в закон о торговле алкоголем. Кроме продления времени продажи, парламентарии рассмотрят и предложения о запрете торговли алкоголем в День Победы, в Дни Основания городов и населенных пунктов. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Из отстающих в середники. В Алтайском крае с 2012 года случился настоящий прорыв в развитии общественных пространств и зеленых зон. Этот факт признают почти все эксперты. Что должно способствовать дальнейшему росту региона в российском рейтинге по озеленению, кто кроме федерации может помочь финансово и кто должен поддерживать состояние уже известных парков и скверов края, обсудили эксперты за круглым столом. Инициатором общения стала общественная палата края. Далее подробнее. Парк «Изумрудный» – самый яркий пример усилий властей и проектировщиков общественности по созданию места притяжения людей. Его руководитель Владислав Вакаев выделил семь тенденций развития парковых пространств. Им следуют сейчас передовые регионы. В том числе централизация управления парками, создание проектных офисов, эффективное обслуживание парков, привлечение волонтеров и предпринимателей, внедрение аграрных технологий. Не только. Все понимают, вложения окупятся. Я лично по «Изумрудному» посчитал и пришел к выводу, что каждый рубль, вложенный в реконструкцию «Изумрудного», дал не менее 8 рублей эффекта только в виде здоровья людей. Это одно из самых эффективных вложений в бюджетных средств, которые можно только придумать. Мы еще не считаем другие эффекты. Правда, в основе своей такие пространства, как «Изумрудный», появляются благодаря национальной программе формирования комфортной городской среды. Многие уверены – нужна и местная. Краевая программа нужна, да. Она назрела. Она вчера еще была нужна. Краевые власти понимают – средств федерации на создание модных и современных пространств, а только общественных территорий. За 7 лет было создано порядка 330. Не всегда хватает. Приходится помогать краевыми. О программе местной обещали подумать позже. Логика сегодня нашей работы в том, что муниципалитеты – это их прямая ответственность и задачи должны обеспечивать эту работу. При этом, если необходимы какие-то, скажем, наши совместные работы, мы готовы ее вместе организовать. Создавать краевое предприятие, которое будет заниматься муниципальными объектами, ну, пока вот такого задачи и смысла не видим. Законодательная власть тоже готова рассмотреть, как может помочь развитию общественных пространств, к примеру, проект поддержки местных инициатив, или как использовать государственно-частное партнерство. Я убежден однозначно, без участия бизнеса, без их инвестиций, развитие этих пространств, оно, в принципе, невозможно. Не может государство постоянно содержать общественные пространства. Вот, поэтому мы уже неоднократно в качестве примеров с отдельными предпринимателями взаимодействовали, у которых в том числе и в собственности объекты исторического, ну, толком, будем так говорить, для того, чтобы эти объекты восстанавливать, для того, чтобы использовать их в качестве общественных пространств. Но без налоговых послаблений бизнес вряд ли будет серьезно вкладываться, и это тоже может найти отражение в краевой программе. Председатель Барнаусской городской думы поддержала необходимость появления такой региональной программы развития общественных пространств. Несмотря на наличие городской, общекраевая помогла бы решению многих вопросов. По ее мнению, нужна и единая дирекция управления парками. Такие уже существуют во многих регионах. Общественники двумя руками высказались за такую дирекцию. Такая объединенная структура, которая руководит несколькими общественными территориями, и не обязательно даже на территории одного города. Это именно типовые задачи и типовые проекты по всему краю. Это оптимизация расхода бюджетных средств. Общественники считают, что нужен и совет парков, как орган взаимодействия с властями. Архитекторы, между тем, настаивают. Барнаул все еще не дотягивает до нормативов по наличию зеленых зон. По мнению Андрея Таджанова, нужна прописанная стратегия, как правильно эти зоны наращивать. Нужно стремиться к этому и стратегически понимать, что осознание количества метров квадратных сегодня и количества метров в идеале, оно само по себе ничего не дает, если нет понимания, как к этому двигаться. Какие шаги-то надо принимать. Итогом круглого стола стала резолюция, которую общественная палата направит в правительство края, КЗС и администрацию Барнаула. А летом в Белокурихе обсуждение важной темы развития общественных территорий продолжится. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. На первых зимних играх Большой Алтай в Китае по сумме всех медалей сборная Алтайского края стала первой. В активе нашей команды по итогу трех дней соревнований 24 медали. Юноши и девушки четырех стран – Китая, России, Казахстана и Монголии – соревновались по нескольким видам спорта. Горные лыжи, лыжные гонки, скоростной бег на коньках, сноуборд, фигурное катание, скальпинизм. Всего участников было 154, от нашего края – 11 человек. И практически все наши спортсмены принесли в зачет медаль, и часто не одну. Самый большой урожай собрали лыжники – 10 медалей, пять из них – золотые. Конькобежцы принесли 8 медалей, горнолыжники – 3, сноубордисты – 2, фигуристы – 1. А в баскетбольном клубе «Барнаул» до сих пор не верят в трагическую гибель нападающего команды Антона Петухова. Тренер клуба отзывается о нем как об одном из адекватных людей. На сегодняшний день прошло больше двух недель с того момента, как парень пропал. Напомним, спортсмен уехал на каникулы в родной Красноярск. По предварительной версии, утром 30 декабря ушел из дома и не вернулся. Позже молодой человек, похожий на пропавшего, появился на Октябрьском мосту. Одна из камер зафиксировала его падение в Енисей. Поиски Антона продолжаются. Он успел сыграть за нашу команду 6 матчей, после начались проблемы с коленом. Клуб даже помогал с лечением. По словам спасателей, погодные условия мешают поиску пропавшего баскетболиста. Возможно, эту работу придется отложить до весны. Я вообще в эту ситуацию не верю. Это один из самых адекватных людей, трудящихся, который никогда не был замечен, как там говорят. Я не читаю там комментарии ни в алкоголе, ни в дисциплине, ни в гулянке. Идеальный человек. Идеальный человек, поэтому, повторюсь, пока комментировать ничего нельзя, пока не будет официальной информации. Для меня это пока слухи. Спустя полгода простоя. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья с клуба «Инваспорт» вновь приступили к тренировкам. Напомним, в начале лета они вынужденно покинули предыдущий зал, находившийся в подвале. Однако на улице не остались. Новое помещение предоставила администрация города. Всех ли устроил переезд и каковы ближайшие планы клуба? Об этом Татьяне Голубевой рассказали те, кто с нетерпением ждал открытия нового зала. Саш, тренажер этот привычный? Да. То, что закрытие старого зала практически каждый день. Знакомые все лица этих людей первый раз мы показывали в августе 23-го. Повод был печальный. Спортсменам с ограниченными возможностями здоровья пришлось прекратить тренировки в привычном зале. Вердикт такой – небезопасно. Подвал, еще и трубы отопления рядом. Но без тренировок они не остались. Уже сегодня Александр Ставских вновь на тренажере в светлом и просторном помещении. Помогли администрация города и Минспорта. Ну, пока только плюсы. То есть, удобнее подъезжать. Если там не приходилось спускаться в подвал, то здесь пандус зашел сразу на первый этаж. Тренажеры все те же, но появились раздевалки. Приспособленные для инвалидов душевые сделали косметический ремонт на выделенные городом средства. Правда, этих работ недостаточно. Все же 380 квадратов. Заниматься в помещении бывшего детского садика в самом центре Барнаула можно по-прежнему бесплатно. За 100 рублей ежемесячных членских взносов. Сумму, возможно, придется немного поднять. Коммуналка будет съедать практически все. Мы рассчитываем по предварительным таким наброскам, это где-то порядка 40 тысяч рублей. Хватать будет вот этих взносов? Или где вы планируете брать? Безусловно, работа со спонсорами, безусловно, работа с партнерами, членские взносы. Максимально возможные привлечения из всех источников. Игоря Казанцева на посту руководителя инваспорта сменил многим известный Вячеслав Кайгородов. Говорит, сил и желания достаточно, чтобы сделать новое место по-настоящему притягательным. Здесь уже можно заниматься не только на тренажерах. Есть два теннисных стола, все необходимое для игры боча. Планируется расширить тренерский состав, который в том числе будет заниматься с детьми-инвалидами. Раньше в подвале их почти не было. Опасно. Здесь светло, да? Здесь много воздуха. Видим, потолки очень высокие. Открываются форточки везде. Как тренеру и спортсмену, вам здесь чего бы еще хотелось, чтобы появилось, и чего здесь сейчас все-таки пока нет? Ну, разминочной зоны нет нормальной. Все забито тренажерами, нужно разминочную зону. Ну, мы организуем, я думаю, современные. Ремонт, конечно, необходим. Давайте будем говорить честно, что здесь необходимо вложение. Года три, а то и больше понадобится на то, чтобы все планы спортсменов, тренеров и руководства клуба реализовать. Но они не жалуются. Наоборот. Мне хочется, чтобы в инваспорте появился, скажем так, серебряный фитнес. Мы хотим привлечь людей пожилого возраста, для того, чтобы они занимались физической культурой, фитнесом. Скорее всего, вот сейчас в качестве задумки мне хочется, чтобы появился веселый фитнес для детей. Не все люди быстро и легко адаптируются к норму. Но я думаю, что будет по-другому, но по-другому не значит плохо, по-другому значит лучше. Пока зал работает в так называемом лайт-формате, три раза в неделю. Чуть позже загрузка поменяется. Партнерские отношения с администрацией города и Минспорта планируют сохранить. Но любая другая помощь тоже не помешает. Ведь многие тренажеры клуба уже требуют замены. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...